Девушки отдыхают Про AMD ATI Меня немножко удивило то, что очень многие люди В комментариях писали Ну теперь ты просто обязан сделать выпуск По поводу ATI Я чуть не пойму, я как-то неясно выразился В конце прошлого обзора, что следующий выпуск Так и так будет про ATI Меня не надо уговаривать или просить дважды Я же пообещал, что будет выпуск про ATI И он вот он Да, я хотел сделать его В каком-то смысле сравнительным Но потом решил, а, ладно Не стоит натравливать одних фанатов на других Поэтому пусть будет просто Нормальный обзор Такой исторический Ну в общем, все то же самое, что мы делали В формате NVIDIA Поэтому сегодня мы точно так же Поговорим о первой части истории Компании ATI О том, что происходило с ней Ну не то, чтобы в 20 веке Мы немножко заберемся и в 21, конечно В общем, история ATI делится не так Все на самом деле понятно На до и после чего она делится И мы поговорим о том, что было до В 1985 году в Канаде трое китайцев Ли Лао, Бенни Лао и Квок Йен Хо Основали компанию, в планах которой было Производство и продажа здоровенных плат Видеоадаптеров производителям персональных компьютеров Таких как IBM и Commodore Свою компанию они назвали Корпорацией технологий массивов Array Technologies Incorporated Сокращенно ATI Они сразу начали производить Видеоадаптеры под названием Small Wonder Маленькое чудо Тогда в мире IBM PC Существовало несколько стандартов Видеоадаптеров Во-первых, конечно, MDA Монохромный графический адаптер Позволявший выводить Только буквы определенного Заложенного шрифта Кстати, кто говорит, что Видеокарты стали очень большими В последнее время Посмотрите на MDA того времени Он был размером с клавиатуру Затем был CGA Color Graphics Adapter Который позволял видеть Четыре цвета Зачастую с CGA адаптерами Шли черно-белые мониторы Поэтому в головах людей Зачастую откладывалось Что CGA это как раз таки Черно-белый адаптер Но зато он мог выводить Кое-какую графику Не только буквы Впрочем, проблему отсутствия графики На MDA адаптерах Постаралась решить компания Херкулес Ну или Геркулес по-нашему Они сделали MDA совместимый адаптер Позволявший не только выводить буквы Но и точки Сделав эффективным каждый пиксель экрана Таким образом На по сути MDA адаптерах Можно было рисовать графику Почти CGA-шного уровня Для игроделов того времени Это был очень серьезный прорыв И очень важный И только много позже Появились стандарты EGA С 16 цветами И VGA Который поддерживал 256 цветов Ну и конечно еще сильно позже Появился Super VGA Дававший до 32 бит цветов Это несколько миллионов оттенков Собственно этим Super VGA стандартом Мы пользуемся по сей день Вот и ETI стал для начала Производить MDA CGA Совместимые адаптеры За пару лет ETI выросла до самостоятельного игрока На рынке видеоадаптеров И представила конечным потребителям Платы EGA Wonder И VGA Wonder В самом начале 90-х Компания приняла решение Направлять силы на ускорение графики на ПК Что именно надо было ускорять Было не совсем понятно Поэтому для начала решили Избавить центральный процессор компьютера От рисования картинок Для этого был создан чип ETI Mac 8 Он был нужен для рисования Двумерной графики своими собственными силами Задачу ускорения он в принципе решал Но так же как и много лет спустя 3DFX Voodoo не был самостоятельной видеокартой Так и Mac 8 требовал наличия видеокарты Для собственно вывода изображения на экран А это существенно удорожало конфигурацию компьютера Да и назвать эту карту разработкой ETI Было в общем-то нельзя Даже цифровое название чипа ETI 8514 Явно указывало на то Что Mac 8 был просто клоном IBMовского чипа 8514 слэша Предназначенного для той же самой процедуры ETI сделала временное решение проблемы дороговизны И назвала его ETI Graphics Ultra И ETI Graphics Vantage Это были видеокарты Совмещавшие в себя чип Mac 8 И обычный VGA адаптер На основе VGA Wonder Plus Стало в общем-то понятно Что отдельное существование линеек Mac и Wonder бессмысленно Поэтому ETI приняла решение выпустить единую карту Mac 32 Содержавшую и VGA адаптер и графический ускоритель Заодно сразу поддерживающую и 32-битный цвет И 64-битную внутреннюю шину памяти Компания весьма динамично развивалась И уже к 93-му году стала торговать акциями на NASDAQ и Торонской бирже Это не технический факт, конечно Но это факт исторический AMD прикупила себе ETI Самым мирным из возможных способов Она просто купила себе все акции ETI, которые торговались на бирже Это автоматически сделало AMD владельцем компании Но до этого событие еще было очень далеко В 94-м году вышел графический чип Mac 64 На базе которого создавались видеокарты Graphic Expression и Graphics Pro Turbo Создание чипа Mac 64 вполне можно назвать поворотным Потому что именно с этого чипа По сути началось великое восхождение ETI на рынок 3D Причем очень серьезного и очень конкурентоспособного 3D Эти карты имели интересную способность аппаратно переводить цвет Кодированный по YUV в кодировку RGB YUV это относительно древний способ аналогового обозначения цвета Использовавшийся еще в телевидении А RGB сокращение от Red Green и Blue Это способ получения цвета путем смешивания красного, зеленого и синего цветов соответственно А еще Mac 64 умел делать аппаратное приближение картинки Этакий цифровой зум И впрямь с позиции сегодняшнего дня кажется, что инженеры просто не могли придумать В какое русло направить нарастающую мощь Так или иначе, со временем в чип Mac 64 были добавлены базовые 3D функции И декодирование MPEG-1 Чип стал называться Mac 64 GT или просто 3D Rage На его базе стала выпускаться карта ATI 3D Expression Второе поколение чипов Rage, также известное как Mac 64 GT-B Получило двукратную производительность по сравнению с первым поколением Карты на базе 3D Rage 2 комплектовались и старой памятью EDO и новой памятью из G-RAM Разумеется, все эти видеокарты выходили для шины ISA Стоило перейти на шину PCI и 3D Rage 2 уже был способен на 20% быстрее работать И декодировать MPEG-2, то есть DVD Драйверы этой карты поддерживали Direct 3D Движок RenderWare, на котором была позже сделана GTA 3 И движок B-Render от Organat Software, на котором был сделан первый Carmageddon Обзоры этих двух движков у меня есть Обзор B-Render и игры Carmageddon можете найти на моем собственном канале Но по каким-то совершенно непонятным причинам Драйверы для OpenGL предлагались только профессиональным пользователям Работавшим с 3D и CAD-ами В операционные системы Windows 95, Windows NT, macOS, IBM OS 2 и Linux Драйверы для этой карты были включены в комплект поставки Но они все так же не поддерживали OpenGL ATI даже поставляла чип для кодировки ТВ-сигнала под названием Impact TV Создаваемого как расширение для карт 3D Rage 2 На базе этой же карты создавался уникальный продукт под названием All in Wonder Представленный в 1996 году Это была универсальная видеокарта, которая была и TV-тюнером, позволявшим смотреть телевизор на мониторе компьютера И видеодекодировщиком, позволявшим смотреть компьютерное изображение на экране телевизора И 64-битным ускорителем двумерной графики И ускорителем трехмерной графики всеми силами чипа Rage 2 Ну в общем это была очень-очень универсальная карта, умевшая сразу все В том же 1996 году ATI представила продукт Mobility Созданный как чип для портативных компьютеров В линейку Mobility попадали в общем-то все чипы серии Rage Так в конце 1996 года серию Rage пополнила модель 3D Rage Pro Которая выдавала производительность уровня NVIDIA Riva 128 и 3DFX Voodoo Правда по сути никакого успеха она не получила, потому что не поддерживала OpenGL Я честно говоря вообще не понимаю на что рассчитывала ATI все это время Если она все время не поддерживала OpenGL Ну понятно что 3DFX в общем-то тоже был рассчитан не столько на OpenGL, сколько на Glide Но Glide это закрытая технология 3DFX, ее кроме него вообще никто не поддерживал NVIDIA делала ставку на OpenGL И у нее это неплохо получилось и в конце концов она, ну вы сами знаете чем все это кончилось На что рассчитывала ATI, понять мне было сложно Впрочем ATI попыталась исправить ситуацию выпустив в феврале 1998 года AGP версию этой карты под именем Rage Pro Turbo С драйверами, которые в теории должны были повышать производительность на 40% На практике же эти драйверы поднимали производительность только в бенчмарках Таких как Ziv Davis, 3D Winbench 98 и Final Reality В играх все по-прежнему было очень плохо Позже ATI все-таки выпустила драйверы, ускоряющие игры, но поезд по сути уже ушел Тем не менее, линейку Rage охотно встраивали в свои компьютеры и Apple и Sun Так например, Macintosh G3 комплектовался еще Rage 2 А в Sun Ultra 5 и в Sun Ultra 10 попал Rage Pro А почему бы и нет? 75 МГц в ядре, 4, 8 или 16 МБ видеопамяти с пропускной способностью до 800 МБ в секунду Поддержка DirectX 6 Впрочем, поддержка DirectX на Windows несовместимых компьютеров никакой роли не играет Зато ноутбукам повезло Mac64LT, известный как Rage LT, стал первым в мире видеочипом для ноутбуков, работающим по шине AGP Кроме того, в чип встроен TV-OUT, так что ноутбуки получили весьма серьезный видеоадаптер Более дешевая версия Rage XL встраивалась в материнские платы вплоть до 2004 года И даже до 2006 года, если считать серверные материнские платы Чип был крайне упрощен и в целом использовался только для текстового вывода Ну, серверам больше и не надо И все же ATI хотела выйти на серьезный рынок и соревноваться с NVIDIA 3DFX С этой целью был выпущен чип Rage 128 Это был чип со 128-битным дизайном Хотя его VR-версия имела 64-битный интерфейс памяти Карточка Expert 2000 как раз базировалась на этом дешевом чипе Но были и дорогие версии, например Magnum Эта карта содержала 32 мегабайта памяти и была явно нацелена на игры Чип поддерживал Direct 3D6 и OpenGL 1.2 Карта могла отрисовывать два пикселя за один такт частоты Так что ее производительность была похожа на производительность карты Riva TNT Причем в 32-битном цвете, которую, например, Voodoo 3 от 3DFX Главный конкурент Riva TNT вообще не поддерживал Поэтому с этим конкурентом можно было вообще не считаться Забавно, что в 16-битном режиме Rage 128 проигрывала всем конкурентам Потому что давала примерно ту же производительность, что и в 32-битном цвете Где они с Riva TNT были наравне Не совсем понятно, почему так происходило Технически Rage 128 должен был работать в 16-битах существенно быстрее Но почему-то он так не делал А вот с двухъядерной версией этой карты получился вообще конфуз Оказалось, что Rage Fury Max под Windows 2000 EXP В силу кривости этих версий винды не мог использовать два ядра одновременно Но при этом он легко мог это делать в Windows 98 или Millennium Так что в старой винде эта карта работала существенно быстрее И прекрасно конкурировала с такими картами, как 3DFX Voodoo 5 и NVIDIA GeForce 256 Короче говоря, дело пошло Рынок начал поддаваться И главное было не упустить бразды В связи с этим было принято решение создать новый чип под названием Rage 6 Который должен был заменить Rage 128 Но ATI решила кардинально сменить название И новый чип получил имя ATI Radeon Вот, собственно, всё, что было до Вышел ATI Radeon И после этого история о компании довольно круто повернулась И конкуренция с NVIDIA началась, так сказать, на совершенно новом уровне Она пошла в режиме хардкор И, пожалуй, как таковых фанатов Даже, я бы сказал, фанбоев У ATI, пожалуй, до выхода Radeon, ну, их не было А теперь они у неё есть И их армия очень большая и преданная Поэтому Основном, наверное, именно им Будет интересно посмотреть вторую часть этого обзора Которая будет ровно в следующий четверг Когда мы поговорим о развитии линейки Radeon Оставайтесь с нами Пока